Привет, друзья! Я хотел спросить у вас, не надоело ли вам тратить часы напролёт в поисках гайдов или годных прохождений каких-либо игрушек? Если надоело, тогда советую моего хорошего знакомого Боди. На своём стриме проходят различные игрушки, и с ним ты всегда почувствуешь себя в комфорте, и тебе точно будет обеспечена ламповая атмосфера и хорошее настроение. Также Боди запускает новую рубрику, которая называется «Проверка FPS в играх». В этой рубрике он покажет тебе, какой FPS в играх на его железе, какие игрушки тянут, а какие нет. Отвестись на канал Богдана, ссылочка у него будет в описании. Всем привет, ребят! В очередной раз у нас Бластикер. В прошлый ролик был Бластикер физический, а в этой игре будет Бластикер магический. Обычно я его стараюсь брать только в той ситуации именно магического Бластикера, когда противников персонажа, которые не могут стоять, файти и бить, когда они вынуждены бегать, чтобы наносить урон. Тут мне пришло взять против вулны и пугны, потому что за меня человек хотел взять мид, и я уговаривал его уступить, мне в итоге он послал меня нахуй. Ну и я на ФП взял Бластикер и сказал «Ничего страшного, пропадём вдвоём». В итоге он уступил мне, послал меня нахуй тоже, ну и как вы это любите, Бластикер целого мид? Магический. Играть мы будем, скорее всего, через мидас, то есть там ПТ, мидасик, ой, сапог, мидасик, после этого юл, после юла, скорее всего, гоним. Ну то есть там вариативные виды раскачек на него есть, там можно через юл поиграть, можно через спортстав, там всегда по-разному. Не успел давить крипа, но там тяжело было. Под башней добивать крипов тяжело на Бластикере. Самое главное в начале, вот как на прошлом Бластикере, на физическом, довольно-таки уверенно отстоять линию. Подобивать крипов, подполоски себе поддонайт. Думал, молнию даст, чтобы я сдонавил. Чего он молнию не юзает? Он юзает и не добивая крипов. Ладно, нормально. В общем, наша задача в начале, просто хорошо отстоять линию. Он, наверное, держа даёт, я не знаю, как слабенькие на зевсике. Максимально добиваем крипов, добили 4-4. Причём мы только одного крипа нашего пропустили, который был под башней, остальных всех добили. Тут мы добиваем этого крипа без проблем. С этим могут быть проблемы, повезло. Повезло. Так, дальше какой-то сапог и меда сразу же, сходу. Если у вас прям всё суперидеально на линии, вы не можете бить медера противника, не, даже пака какого-то вполне реально убить. Ну, не обязательно дело. Но, как вы можете заметить, у меня пытается не прохарасить, но всё равно фуловый. Это потому, что так властикой работает. Такого механика данного персонажа. Да хватит меня убить. Хейтер. Коля, хейтер. Типа слишком легко на нём крипов добивать. Даже такая безрукая собака, как я, может это делать. Надо сходить им к ларитинам, наверное, сбить. Всё, удачи. Не знаю, зачем пытаются меня прохарасить с молниями, я всё время фуловый, хотя я пришёл на линии без тангусов, плюс у меня стига заряжает. Это максимально глупое решение. А что, моя команда противников на других линиях харасит? Там оба по полхп, тут лоу хп, из-за этого я прям на меди плюс 30 к атаке. Ну, типа это фейзы на второй минуте подаренные. Это вот, знаете, почему я сейчас бью так? Ну, просто потому, что у меня команда так вот играет. Если бы не команда, я бы так не смог сделать. Типа спасибо команде, что сказать? Я бы расскажу им влплее, типа. Кстати, это... Я не знаю, кто это сказал. Если я сказал сайленсер, то это именно сайленсер не уступил мне мид. Не хотел уступать. Ну скажи, сайленсер сказал это. То есть у меня до сих пор хорошее МС, 407 это много. А бедный Зес, вот он ничего не может от него сделать. Удивлюсь на перчатку себе, и буду фармить быстрее Мидас. Возьмедас сразу фармим Юл. Кстати, поскольку мы будем делать Юл, можно ранее купить себе вайдной, за то, чтобы был шанс убить Зеса на линии еще раз. Я все знаю, это здесь вообще ничего не получается. Я нашел второй скилл, не только для того, чтобы прохарасил, а для того, чтобы потратить стики, потому что у меня была фулмана. Все, отлично. Какой я быстрый, е-мое. Е-мое, е-мое. Кусть за попу. Потратил ману, а я подобиваю же криточку, а мне стики зарядил. Дальше, кажется, линию подпушил немножко, ну да ладно. Е-мое. У меня герой как-то с задержкой начал бить его. С задержкой в развитии, так сказать. По талантам будем брать талант на армор сначала, чтобы слишком не проседать по дракам. То есть сначала, чтобы у нас было не особо легко убить, потому что когда мы играем Финс с Блотикером, у нас всегда есть выживаемость. Мы сюда покупаем БКБ, Блодмейл, что дает нам армор. Тут армора будет не хватать, поэтому возьмем талант на армор. После этого возьмем талант на урон от Блодрайта. Да, на урон от Блодрайта. После урона от Блодрайта мы берем талант на урон Трапчура, а в Лайтеке до Блодрайта. Думаю, вы это все запомнили. Так, сейчас есть Рапчурка, получше подблочим крипов. Все. О, это вы ничего не видели. Тупо подблочил. Чтобы он показался, там у него Рапчура. Боится Зиосик, боится. Почему это на линии, чтобы он спустился ниже? Потому что когда он будет фармить вот отсюда, например, ему дальше бежать надо будет. Вот, накидает кнопки свои, и ему приходится... Там не было шансов убить, он сразу же ТП начал делать. Если я убежал чуть раньше, то, возможно, я бы убил, но если побежал чуть раньше, то я тоже мог убить бы. Поэтому все правильно сделал, что не пошел сразу за ним. Продолжил динай от линии, 21 динай. На самом деле, сколько игр я на Лайтеке играл, они всегда у меня, ну, легкие вот в исполнении. Я всегда очень много на них фармлю, и всегда у меня много крипов, и я всегда хороших када имею. Не знаю, может быть у вас так же, если нет, то напишите в комментариях, я вам попробую помочь в комментариях. Там, ответите, почему у вас не так же. Просто я не вижу сложности в этом герое. Перед скилл на себя, откликайте противника, и просите команду харасить противников на линии. Все настолько симпл, что прям very simple. Опять все дунаю. Скорее поднимайся к себе, опаздываю немножко. В такой игре можно было чуть раньше его купить. Поскольку это раскачка магического, я буду сразу на 2-й скилл после 3-го. Ну, 3-й скилл всегда максится, что физической, что магической. По-стану слишком сильно бафать бацикера. Макшины. Скорость бега, с силой атаки. Ну, чувак, да не убиваешь ты меня. Даже не прохорошиваешь. Кстати, был мой Мидас только что недобитый. Это мой Мидасик. Я Мидас опознал на 20 секунд. Потому что я не добил одного крипа и ждал следующую пачку. Какой бывает, ладно. Пропосите саленсера. Что саленсера? Что меня медиа не пиздит? Ты говоришь, что пиздит? Где-то он мне не пиздит. Ответь мне, Саленс. Потролю тебя. Ты мне говоришь? Нет. Я так сделаю. Так. Вот так. Это все важно. Ну, в случае, ты подготовлен на топ. Он просто стоит тут, блядь, и юзает себе кнопки ебучие. Делай тп. Давай вот пиздель. Ну, я могу чуть раньше бежать. Ну, я не знаю, что он будет сразу тп делать. Да и ладно, это шарж, что он его делает. Он опять пропускает пачку крипов, а я фрифармлю меня. Я просто, типа, ну, покойно-то пяхнулся, потому что думал. Только он же не будет сдать меня на хг, правильно? Ну, какой это смысл? Я могу догнать его, кстати. Нет, колечко на реген. И шайн. Шайн пьет, окей. Ну, все, тогда удачи себе. Так, я дальше юл все делаю, как я и говорил. Юл, фростов, аганим. Ну, вардик еще. Ну, зачем тебе это, брат? Ну, он тебе по-серьезно. Ладно, нормально. Пойду. Ох, не пойду. Ищи, сейчас я подойду к герну. Хорошая руна у меня. Можно регенеть, кстати, у него кнопочки нажать. Стоп, ладно. Ты прикольно пугачала. Вы заходите сюда, хагал, прям видно, коленки дрожат. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Дратути. Батю, не игра прикольная. Пришел на линию и пошел с линии. Пришел на линию и пошел с линии. Сингерей не собирался даже убивать. Ну, типа, даже с тобой бы не делал, не побежал бы под башню. Ну, раз он так, контрит меня полностью, пусть контрит. Так он как контрит меня? Он как бы сейчас пятый левел на девятый, а я десятый. Зато не умираю. Я бой. Главное миди не умереть, правильно? Цель жизни не умереть, миди просто бластикеры. Я вижу, что мне мидаса, расслабьтесь. Так, надо сделать. Пригините на шкаву и напасть. У них с огромным энергенцией у меня будет. Семь секунд, у нее до поищи кд. Подождем пока будет ману на все. Больно. Что-то пятый нет, брат. Кд? Извини. О, этот счет проигрывается, я очень рад, потому что я прошлую игру записывал на этого бластикера, и я очень сильно быстро и отыграл, и очень легко. Что-то дебил. Что это? Что это? Какой-то бешеный. Пусть цепи сорвался, поспасите. Ладно, нормально. Випишрин. Шаринку. Ну, ты тп на линию заделал? Я не уверен. Ну, я могу все равно против него легко простоять сейчас. Ну, через минуту. Вашка, по фрамлю, у меня будет трапчурок уже. Глобал. Это что-то тайминга с Юлом, ребят. Многие не знают, но чтобы попасть в таймингом Юл плюс Блодрайт, нажимайте Блодрайт и сразу же Юл. Блодрайт и сразу же Юл. Блодрайт и сразу же Юл. Наверное, непонятно, да, объяснил, еще раз скажу. Блодрайт и сразу же Юл. Сейчас покажу, как это делается. Смотритесь. Блодрайт и сразу же Юл. Очень просто. Аккуратно, там пуш. Что? Правда? Нихуя себе. Там пуш горит. Да, блин, тоже. Надо знать. Да все, извиняюсь. Ну я просто говорю, меня пидорасит. Так, вчера вышел с наркотической спячки. А что здесь путь? Постримил вечером. Настроение пиздатое. Можно и звуки всякие на стриме. Скажите, на записи видосы поиздавать. Ладно, теперь форстав. Юл для чего вначале? Для того, чтобы подать сайленсом 100%. Плюс для того, чтобы избивать ТП. Чёртка прокачать двойку. Пойду в топ. Герой такие ватенькие. Еще 2-й, еще 3-й. Они могут ваншотнуть, нахуй, но ничего страшного. Трохараська, вот из них найти маги, ты все равно не сдохнешь. Я убью одного из них, а потом 22-го. Похуй на ее вар. Где это кентур? Стандарт нет? Ну ладно. Клопа у нас еб твою мать. Нормально, отличный. Нормально пригоняйте. О, спасибо. Похлопаем всем чатикам ему. Так, мне в них хватает. Мне хватает. Ну бегай, брат. Слишком много героев. Разогнал, на самом деле. Я мид туда фармить, не делитесь на топе. Их там очень много. Я форстав дофармлю и приду в мид. Я мид в топ. Ты че, форстав? Ты че, маг? Или дебил? Или все вместе? Я дебил, все нормально. Не обращайте внимания. Как я уже говорил. Так, отойдите. А, это Пуджик. Вардик поставил. Оп. Вардишок. Оп, увернулся. Оп. Не важно, кто ты. Футболист или качок. Главное, что не торчок, как говорится. Ну и умеет быстро бегать. Оп. Кларити везет. Вам везет, Петрович. Везет Петрович, он везет. Так, ладно. Мне нужно так и так. Так. Выпиваю Кларити. Перекладываю риндроп. Бегу на... Куда? На луну, наверное. Хотя нет, я пофармлю еще немножко. Ну, вы сами видите, что смысл мне не фармить сейчас. У меня нет рапчуры. Смысл идти на луну. Я могу ее убить, конечно, но лучше 100% убивать. А, ее убили. Извиняюсь. Ну, как раз появится. Ты пахнешься заново и убью ее. Быстрее взять талант на урон от Блдрай. Это слишком много дает. Кто это у нас тут? А кто это у нас тут? Ой, я спалился. Я спалился. Ну, может, луна топахнется все равно. Может, у нее мозгов нет. Откуда мы знаем, правильно? Какой часто бывает, что у человека мозгов нет. Ну, ладно. Давайте здесь в саду. У него вар стоит. Мы это знаем. Еще тут вар стоит. Может, интересно кому-то. Так, берем талант на урон от Блдрай, как я говорил. Можно мы магическое играем? Физическое мы брали здоровье. Урон от Блдрай, то с лапками хватает, чтобы бить пачку. О, минус пачка. Так, сейчас рапчурка сильная. Может, с рапчуркой немножко побить башню. Подает землю, сдам в него рапчурку. С рапчуркой пофорстав его немножко. ТП делает, обратно. Тупо, поехал. По льду скользил, так сказать. Так, что дальше? Да сейчас на трвел, а? Чтобы чаще путешествовать. Сказать, из Украины, в Казахстан, применим. Оп. Шестнадцатый левел. Что тут? Кастан? Спасибо. На боте дайте угадать. Самый бесполезный, наверное, это иллюзия для меня сейчас. Давай, Габен. Удивляй. Ничего нового, впрочем. Рапчур откатится, я сделаю ТП. Без нее не хочу пока что. Из чего кричите Global King? Через пять секунд. Давай на топе подеремся сейчас, я с рапчурой ТП хуясь. Global, 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 Global. А, сейчас, то есть. Ебучий игрок. Говорит, сейчас, блядь. Говорит, еще Global, там кричите. Сейчас. Да хоть сразу, блядь. Сейчас, говорит. А, он допехался. Ебаный врун. Саня, ты врун. Так, не нужен этот, а гоним. Саня теперь держит в курсе, так сказать. Все, сейчас дофармим себе, а гоним. И с агонимом уже будет фун. Рапчурка сюда, рапчурка направо, потом мы берем еще Октарин и рефрешер. Я так вот могу купить, но не хочу. Значит, взять талант на рапчурку. Почтильный. Ну, она все время есть, кстати, приятно. Дасл! Плюс комментарий, пишите, если ты Дасл! Тупо ТП-кнулся. И в могилку прямиком. Видимся, бля. Бежим, много урона наносит Бладрайт с талантом. 18-й будет на всю руку. Вообще будет вкуснятие. На том, что рапчурка еще бафнется. То есть у сикеров все скиллы бафаются с помощью талантов. Это прям очень вкусно. То есть первый талант на броню бафает первый скилл. Многие не спрашивают почему? Потому что вы просаживаете очень сильно, когда юзаете он на себя. А по факту вы просто компенсируете физический урон по себе. Магически можно БКБшки компенсировать. Следующий Бладрайт бафается с помощью таланта на Бладрайт. Плюс на последнем левеле Бладрайт тоже бафается. Именно на предпоследнем Рапчура бафается. То есть у скилл бацикера можно забавить талантами. Чем не круто, правильно? Так вот сделаем, чтобы сначала приехала Кларити, потом Пуин Бустер. Типим Кларити и затмем Пуин Бустеру. Так это работает. То есть слот, который правее находится, вот так вот. Слот переезжает впервые. Смешно Кларити плюс Бустер приедет. Это фишка ТНС. Для кого не знал. Ну сейчас я спрашиваю на ВКонтакте, что значит обузить ТП. Чувак, ты вот так вкладываешь, вот смотри. Типа, ты дедушка от ТП. У тебя оно 45 секунд кодежится после этого. Ты выкладываешь, оно у тебя будет кодежать, что не 43, а 81. И если вдруг оно у тебя долго лежало и есть КД, сделаешь очень просто. Ты можешь выложить всю эту хуйню, купить новую ТПшку, и оно у тебя будет без КД. Видишь, то 15, то 12. В этом суть. Это называется обуз ТП. Чего там обузного такого нет, просто такой баг ждать. Ну не баг, так и должно быть на самом деле. Не знаю, ты по-любому не пофиксить никогда, потому что так и должно быть. Это обычная механика, о которой нужно знать. Как и механика с топором, что мне до топора нужно выкладывать, чтобы урона хватало давить крипа. То есть даешь тычку, потом еще одну там, вот. Как я и говорил, ребят, сначала блудрай, потом сразу еул. Я немножко не успел, вы сами видели, я не успевал. Я не успел, я не успел, я не успел. Нормально. Чё, глимс? Без раптора. Нужно так тоже сыграть. Не бежишь, ребят. Всё равно. Прослабься. Вроде как ни одного таланта, ни одного артефакта на урон, типа ради какой-то, да? У меня урона прям миллион будет. Где жирненький был? Неплохая дальность, брат. Ну ты покушаешь, приятного аппетита тебе, чё сказать. Ветя, пожалуй. Ёп твою, если не саленс, я бы умирал только, кстати. Фу, молодец саленсер. Прям респект. Респект таким саленсерам. Спел отойти. Современно. На себя первый скилл, потом на крипа первый скилл, и мидасик на крипа. Так работает дота. На крипа первый скилл. И мидасик его. Просто плюс миллион хп сразу же. Обидно. Меня просто с магией стерло, нахуй. О, вон там, чё раздох? Ну ничего страшного, бля. Ой, я ошибся сейчас, на самом деле. Я отдал очень много денег. Если бы точно тысяча восемьдесят. Кому я отдал? Китавра? Я китавра убил? А, я думаю, я нажал на себя Ю после стиков. И я думал, что я сдох от того, что я нажал Ю, потому что должен был прокнуть вард. Чтобы сбить свою life drain. А я не успел нажать даже Ю, я умер. Ну ладно. Нормально, чё страшно. Сейчас бики-бешку купим. После бики-бешки рефрешер ману не хватит, правильно? Давайте почитаем. Да, не хватит, даже считать не надо. Сколько рефрешер ману? 500 стоит? 375. 375? Получается 600, 700, 800 ману мне нужно. 900, 1000. Ну, 1000 ману нужно с рефрешером. Плюс ещё 250. 1250 мне нужно. Кстати, в самый раз. Только мне нужно туда нападать фул маной, либо с заряженными стиками. И до этого ничего не юзать. Плюс у меня 2 рапчура не одна. Мне не хватит маны. Мне нужен не рефрешер сначала, а окторин. Октарин даст мне 25 кинтеллекту и плюс к мане. После окторина я куплю себе. Даже не буду пока покупать. Я просто буду аккуратно играть. Сначала покупаем окторин. После окторина покупаем рефрешер. Чтобы начальник быстрее даже был рефрешер. Быстрее, когда шлисть рапчуры. Лесика. У меня лесика купилась с сайтом. Сейчас мы, значит, что делаем? Рапчурку раз, рапчурка два, рапчурка три. Смотрим. Раз, рапчурка. Два, рапчурка. Так, ты не полетишь никуда, дружище? Извиняй. Он там по кайфу, да, я понимаю, бегать? Подвез к себе пуджика. Надо сходить в лесу и узнать медасик. Что-то у кошки прям по кайфу лежат на клаве. Я не знаю, чем это что-то делать. Как будто это прям что-то удобное. Кнопки методискулатуры прям что-то вкусное и удобное. Прям лежит на этом всегда. Да. Ему бы показать это. Вот и голова, если что. Спишите в комментариях, если вы хотите видеть записи видосов с епкой. Я не всегда записываю с епкой. Да вообще, я никогда не записываю с епкой. Но если вдруг хотите видеть с епкой в основном записи, то я буду их делать, если вы вдруг напишете там новую. Ну и в целом, если много людей будет этого хотеть. На боте пахнутся, у меня рапчурка есть. О, братишка. Братишки. Ой, отец милота у меня тут на столе лежит. Стики продаем. Почти акторин готовый. А, ты решаешь, уже начал покупать. Ё-моё, ё-моё. О, еще чуть-чуть, 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 не скликнул. О, это было на самом деле на ультра опасничах. Могу гентаврика тут встретить, поэтому лучше вот так вот обходить. Тут есть шанс умереть. Гентаврика. Держи, брат. И поехал до дома прямиком, до фонтана. Джисик, остановитесь. Вы арестованы, джис. Зарядка Блодрайт. Теперь смотрите на КД Блодрайт, ребят. Потому что вы понимали, им будет. Это еще без акторина, если че. А-а-а. Смотри. Бах. Шесть секунд. Это без акторина еще. Без какой-то там magic руны. Может, какой-то хекс купить, будучи, вместо Мидас? Ну, без Мидас такой сборки играть нельзя, либо без Радика. Вы просто не успеете по фарму. У вас будет очень мало денег. Мидас, либо Радик, сто процентов нужны. Ну, Мидас, просто чуть быстрее позволит там юл купить. И раньше файту участвовать. Радик, ну, такое. Спорно. Что-то же наша пуль за луна умирает. Все щелы по 100 раз умирают. Что ж, дофармить себе с лайтом, быстрее забить. Пожалуйста, хочу Блудрайд. Ой, хочу, хочу Акторин, в смысле. Хочу Блудрайд. Я Харон, хочу миллион. Вызывай Гаврика в год. Гаврика вызвал? Гаврика вызовешься, нет? Ладно, как хочешь. Я же вызвал Гавриков, я изнул на них Мидас. Ну, да ладно. Ебануля. Ну, как я и говорил, он только сейчас заметил мы этого. Сейчас, бежим. Груми, не обернемся. Ну, как вы говорите, сбили. Ну, Тимак подрался. Так, рапчурка раз. Рапчурка два. Все, прогулялся. Блин, в самом силе мешает варту. Зарю ли скентавра прыгает. Отлично. А куда мой герой? Ёб твою мать! Куда мой герой форсанулся? Почему он назад форсанулся? Я же его на луну нажал мышкой. Дота-3. Хороший спилгрейв на же Даззель. Саленс. Ну, донелл, зачем-то я не собирался убивать. Так, почти рефреш, надо. Ну, типа, если тут с счетом продажи Мидаса. Это был платикер, может... Ну, не платикер, а кентавр, может меня нормально так поднасрать своим ретурном. Я боюсь, чем если кентавр улетит, поэтому форсанул нажал. Мало, не хватает, но баллы стопахнулись. Могичный платикер, наверное, один из самых веселых по геймплею в Датс. Это очень весело играет. Варды нужны, а Даззель что покупает. Ну, брасер и форстов. Хорошо, хорошо. Шапки Манериган есть. Нужен файт облодрайд спамить. Он очень сильный. Вы не доцените, можете делать скилла, но он очень сильный. Если замаксить его, если взять на него талант, если грамотный юзер. Бля, я опять Кларити сбил, чел. Ну, серьезно. С разом раз, я иду с базой, мне сбивают Кларити. Может быть, герой какой-то? Ну, я не вижу никого, что карта черная. Хотя бы кнопки жать умеет на Даззель, это уже радует. Ну, вообще, варды не покупать, это такое. Это прям максимально тупо. Максимально грустно. Кстати, что ошибся, нужно было на маленькую криповюзнуть медайсику. Пока Актарин, можно медать почаще поюзать и потом продать его. Не надо торопиться с рефрешером. Он ничего в кардинально так не изменит. Пятный КД. Может быть, вард на самом деле. Вот тут. Ну, а что поделать? Карта черная, я не могу знать, есть там вард или нет. Блин, ну не говорите только, что это не весело, это максимально весело. Ну, напиши в комментариях, что это не весело, забаним нахуй. Это же реально фан. Ну, бегай, давай, трапчурки, веселиться. Человек просто ял фуловый, бах, сдох. Почти как с догоном. Только с догоном, ну, не знаю, долго, что ли, покупать его, поэтому не хочу. Ну, чекнем. Добрый. И там, если льта нулся, я могу сдохнуть. Он может просто бежать. Мне нужно быть и лузы, надо нажать. Думаю, что косы, это факта нет. Соси, соси. Покуржа сейчас будет. Так, там луна, луна. Цветы, цветы. Я с волной сгоняю. Завармлю. Луночка! Я иду за тобой! Луночка! Бля, я на топе. Не делитесь на топе. Так, с Алинасер перестал драться. Хорошо. Рефешен, нужно продавать? О, покупать уже или нет? Все, в игре, я не уверен. Я могу еще медасик поюзать, потом купить рефрешер, не париться. Ну, я могу сейчас его купить. И пусть лежит. Потом файт, если надо, возьму. Что такого? У меня есть такой на топ, можем подраться. Медасик свапаем. Нормально как-то ржался, видели? Просто шоковая терапия какая-то. Все, одну рапчурку нажал. Там и не надо было вторая. Ну, победимся еще. У меня есть еще рапчуры две. Четыре, точнее. Дравчуры дайте кого-то, у меня прям не терпится. Может, тебя спасет или что? Отлично. Так, рефрешер нажали, можно свапнуть уже. Если эти вард пуганы. Побегала, родная. Вард пуганый, дохнем. Минус четыре. Теперь бежать от кентусика. Что будет прыгать, бежать за нами. Лох. Лох! Пидор! О, у меня еще даззл есть. Сплит пушит на даззле, все в порядке. Это самое лучшее, что можно делать на этом герою. Ладно, все, не нужно медаса. У меня все на шислотов уже. Хнык-хнык, медаса нет. Что купить? В смысле у меня шислотов. Могу траву лавтора ее купить, маншар. Вот так у меня все, что надо есть. То есть, этой сборки хватает, чтобы быть магическим. То есть, это идеальная сборка для магических бассейкеров. Да, можно заменить юл догону. Но я не хочу. Юл устраивает. Ну, в этой игре юл хорош просто. Могу спасать. Все, фешером хороший майн-реген. Ну, бот тп хусь. Давайте поймаем его. Не, я бегу пешком за ним. Бегу пешком. Батя, у меня хукнул. Ёб твою мать. У меня антимаг как-то убил, походу. Да не, не убил, нормально. Ё-моё. Да, брат. Если на врачурке точно ты поможешь делать. Можно заметить, эта сборка очень сильная. Особенно против героев, которые обязаны бегать в файте, чтобы бить. Луна, правда, может стоять и бить в файте. И скупить драгонлендсу. Он это не делает. Отлично. Как же это сильно. Как же это весело. Весело. Ну, то есть, чтобы фаниться с ним. Установись, сукин дэсэн. Нажимай глиф на катапульте, чтобы побили чуть башню. Подхук не встань. Бать саленс. Ёбану, это их худей с ним. Сейчас ща дам рапчурку и зари армлю. У меня есть ёл ещё. Хороший саленс. Блять, у него же кончик. Зачем ёл нажал? Я, походу, умер сейчас с этим ёл. Нет? Нормально ещё. Они пока бегут за мной, но умирают, господи. Сколько я рапчур сдал? Пять рапчур за файт или что? Вот так мой же видос даже будет назвать. Шок. У меня пять рапчур за файт дал. Или больше даже. Не забывайте, когда покупайте аганим, что у вас несколько рапчур. Многие забывают об этом и перестают их юзать после первой. И здесь тот флейн в мою жизнь. Он неплохо отстоял. И все у меня много. У него полезен очень. Кто нас заявлял, его? Ну пылья, чувак. Да как он у меня жрёт в таком расстоянии? Ёбан, это задро. Если это не талантного армора, я бы умер, скорее всего. Если так, когда на классика переиграете, просите имейта, чтобы они не страдали хуйню и давали вам на скидокилов. Иногда скидокилов могут его спасить и файт. Ну, вы знаете, как это работает. Боятся. Значит, уважают. Ну, либо, значит, что просто боятся. Здорово. Вот так и с ним. Вот он уже спамил. Вообще, ребят, надеюсь, вам враг понравился. Если да, то пишите комментарий какой-нибудь. Если нет, то пишите, почему не понравился. Ну и всем пока.